Делаем настил, так называемый, слоим пирог из ткани. Из этой ткани будут сшиты водолазки и шапки для участников СВО. Занимаются этим в объединении шьем для наших Хабаровск. Мастерскую оборудовали в одном из помещений администрации Краснофлотского района. Все женщины – участницы объединения, непрофессиональные швии с разным уровнем подготовки. У каждого своя история. Кто-то в школе только учился, бытовые какие-то простые навыки есть. Кто-то заканчивал курсы, которые у нас в городе много курсов. Кто-то онлайн-курсы заканчивал швейные. Но всех нас объединило желание помочь ребятам. Ирина Долбилкина – работающий пенсионер. До вступления в объединение для близких вязала носки и варежки. Шить одежду, необходимую бойцам, научилась уже в мастерской. Ее рекорд – 42 балаклавы в день. Женя предложила, давайте буду, я не умею шить, давайте буду помогать складывать, что-то упаковывать. Она меня посадила за машинку. Сейчас шью все. Одежду шьют разный лонг, сливы, жилетки, толстовки. Выкройки для них нашли в интернете. А вот для шапок и балаклав их разработали сами. Арендовать помещение и закупить швейное оборудование женщинам помогла одна хабаровская компания. Она также производит баги и рафей. Последний заказ – это более 200 килограммов ткани. Закупаем оборудование такое, как швейные машины, иглы, ножи. То есть все то, что необходимо. Объединение швей-волонтеров существует уже почти год. За это время женщины изготовили 115 тысяч различных предметов одежды. Все это в качестве гуманитарной помощи отправлено в зону СВО. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, Большой город.